Во имя Отца и Сына, и Светлого Духа. Аминь. Христос любит нас не для своей пользы, потому что ни в чем не нуждается, а мы будем любить, хотя из-за своей выгоды. Он возлюбил врагов, а мы станем любить, хотя друга. Но мы поступаем напротив. Мы ежедневно хулим Бога хищением и любостяжанием. Этот недуг объял всю Вселенную, обладая душами всех, и поистине велика сила мамонная. Мы искуплены Христом, а служим золоту, проповедуем владычество одного, а покоряемся другому. И чтобы он не приказал, исполняем с усердием и забываем для него и родство, и дружбу, и природу, и законы, и все. Никто не обращает взоров на небо, никто не помышляет о будущем. Но настанет время, когда не будет пользы от этих слов. Во гробе, говорит Писание, кто будет славить тебя? Псалом 6, 6 стих. Возделенно золото, оно доставляет нам много наслаждений, придает почет, но не столько, сколько небо. Богачам многие и отвращаются, и ненавидят, а человека добродетельно уважают и почитают. Но над бедным, скажешь, смеются, хотя бы он был и добродетелен. Смеются, но не люди, а бессловесные. Почему и не нужно обращать на то внимание? Ведь если бы мы мечали ослы и кричали вороны, а все люди мудрые хвалили бы, мы, конечно, не пренебрегали бы мнением посредних и не стали бы обращать внимание на крики бессловесных. А те, которые высоко ценят предметы настоящие, подобны воронам и хуже ослов. Если бы тебя хвалил царь земной, ты, верно, нисколько не заботился бы о мнении толпы, хотя бы и не смеялись, и все смеялись над тобою. Ежели же, когда тебя хвалит владыка всех, ты будешь искать еще похвалы от жуков и комаров, а таковы действительно эти люди в сравнении с Богом, и даже не таковы, а еще хуже. Доколе же мы будем пресмыкаться в грязи, доколе будем оставлять для себя судьями беспечных, ленивцев и чегоугодников. Они могут хорошо оценивать игроков, кости, пьяниц и живущих до чрева, а добродетели и порока они не могут вообразить себе и во сне. Если бы кто стал смеяться над тобой, потому что не знаешь, как провести каналы для стока воды, ты без сомнения не оскорбился бы, а напротив, даже посмеялся бы над укоряющим тебя в таком незнании. Зачем же, желая подвязаться к добродетели, поставляешь для себя судьями людей, которые совсем не знают ее? Потому-то мы никогда не успеваем в этом искусстве. Мы веряем свое дело не людям опытным, а невеждам. А они судят не так, как требует искусство, а презирать мнение толпы, особенно же не станем желать ни имения, ни богатства, и не будем считать бедность за какое-либо зло. Бедность научает нас и мудрости, и терпению, и всякому любомудрию. Ведь и Лазарь жил в бедности, и однако ж был увенчан. И Иаков желал иметь только хлеб, и Иосиф находился в крайней бедности, и был не только рабом, но и узником. И однако ж поэтому мы еще более удивляемся ему. Мы не столько восхваляем его в том случае, когда он раздавал пшеницу, сколько в том, когда находился в темнице. Не столько тогда, когда имел царский венец, сколько тогда, когда был в оковах. Не тогда, когда расседал на троне, а когда подвергался козням и был продан. Итак, представляя себе все это, и помышляя о венцах, сплетавшихся этими подвигами, будем удивляться не богатству и бочести, не удовольствиям и владычества, а бедности, оковам, узам и терпению ради добродетели. Конец первых исполнил сметение и беспокойство, и обладание ими соединено с настоящей только жизнью. А плод последних – небо и небесные блага, которых не видел глаз, не слышал уха, и которых расподобимся всем и по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава веки веков. Аминь.